Получи 50 долларов для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шлык, и мы продолжаем играть в Хардстоун. Так, давайте в режиме приключения одолеем следующего босса. Следующий босс у нас Хейган Нечестивый. И колоду за Джайну нам предлагают против него. То бишь, нам предлагают Джайной одолеть Хейгана. Ну что ж, я думаю, у нас получится. Так, Безумных Ученых 2 и Чероплет. Когда противник выбирает целью заклинания, существует превращает в секрет. Ну, я не знаю, вот этот Чероплет мы, короче, заменим. Вот, Могильщик. Вот у него вот эта штука плохая на самом деле. И поэтому Могильщика вначале нет смысла вызывать. Он его просто-напросто убьет. Блин, где же ты нашел коняшку смерти? Так, говнючек ты. Подзаборный. Так, ладно, давайте вызовем вот этого Чуздика. Вот, он вот так вот их будет зачищать. Ну вот, я думаю, скоро мы поставить сможем провокатор. Я щас... Всё, ты можешь. О, можно Мага Керин Тора разыграть. У нас много секретов. И теперь отраженную сущность. Отлично. Закамбили. Это чё он сейчас сделал? Ты чё... Ты, блин, ты... Ты подожди. Оба игрока берут по две карты и получают по кристаллу маны. Нормально. Чё-то я щас ничего не понял, чё, короче, произошло, но чё-то произошло. Когда вы призываете предсмертный хрип? Так, я, пожалуй, поставлю провокатора. Пусть они об него как раз убиваются, об этого провокатора. Нормально. Да куда ты... Ты, ты чё творишь? Ты... Офигеть, он нам карт понадавал. Это что вообще было? Что вообще происходит на доске? Я не пойму. Так, короче, выходи ты. Выходи ты. Давай чероплёт. Давай чероплёт. Вот чероплёт. Давайте чероплёта повесим. Меньше шансов, что он его сыграет. И у нас больше набафается эфириал. Блин. Он отксерил эфириала. Ай, он того же может вот так убить. Ну, ничего, нормально. О, опять изрыги. Становись под удар. Я не знаю. Давайте сыграем антимагию. Давайте ещё антимагию повесим. Разбиваем вот этого. Ну, разменивать я не хочу мага Керентора. Я пойду ему на лицо. Вот, видите, наш этот эфириал бафается. Сгусток слизи. Блин, чувак, ты себя не бережёшь вообще. Я ж тебя убью нафиг. О, раздвоение. А, кстати, я не рубская... А, нет, я не рубская. Яйцо не призывал. Вот, не рубская. Мы сейчас поставим. Я, наверное, раздвоение повешу. Вот, повешу раздвоение. Предсмертный хрип. Вы кладёте секрет из вашей колоды на поле боя. Давай, выходи тоже. Ну и всё. Если он сейчас нас не убьёт, то мы, в принципе... Антимагия сработала. Отлично. Раздвоение сработало. Отлично. Правда, на могильщике не очень удачно, но... А чё за секрет? Ледяная преграда. Нормально. Не самый худший секрет. А вот это ты... Спасибо тебе. Это мы победили. Из-за этого. Ну, это бот. Глупый, глупый, глупый бот. Вот так вот их можно бафнуть. Вон они набафываются, эти могильщики, в неплохие существа. 4, 5. Яйза, можно попробовать посмотреть, что там с ним дальше будет. Но я... Вот у нас тоже всего лишь 23 жизни и 5 этих. Ну, можно попробовать убить. Но этого и посмотреть дальше. Так чисто фуфон с ним поиграть. Чё будет. Но я не уверен тут в своей победе. Прямо. Ну, хотя, в принципе, уверен. У нас больше существ. У нас всё... Давайте ради фана, да... Давайте ради фана попробуем с ним поиграть. Мы тут, мне кажется, всё равно победили. Погнали, короче. На тебе. Вот так. Давайте ради фана с ним поиграем. Вот он. Он нам сейчас секрет положит. Ещё секрет. Открылся. Раздвоение. Чё там? Ну, вот. Таких чубзиков. Ну... Так, давай с этой... О, мы просто забафали этих до неимоверных каких-то значений. Мне просто уже интересно, а что ж там дальше-то будет. А чё у нас, кстати, за секреты висят? Обращение в пар, чероплёт и ледяная глыба. Ну, так себе, короче. Ну, вот ещё очередной баф. Ну, тут, в принципе, придётся... А хотя мы не будем разменивать. Единственное, три секрета, и мы не сможем... Мы не сможем... Ну, ладно, короче, тут уже всё понятно. Буду его убивать, да и всё. Ну, давайте убьём вот этого дядька. Ну, и теперь его убивать, да и всё. Надо было принять душ. Причём, под душем он имеет в виду не тут душ, который помыться, а душ в качестве... В значении душа, ну, там, не знаю, человека, животного, какого-нибудь ещё существа. В общем, вот что он имеет в виду. Так, ну что ж, в принципе, этот босс тоже лёгкий оказался, ну, в режиме испытания, но прикольный. Ну, как, вот эта колода на охотника, кто не смотрел, посмотрите, прошлый выпуск, там, одними этими пауками вам только пауки даются, которые призывают зверей. И вы только ими играете. То есть, все 30 карт, это только эти пауки. Ну, я не знаю, там, я все 30 не потратил, но кроме этих пауков мне ничего не пришло. Вот. Эта колода, так, через секреты, в принципе, тоже прикольная, но... Не то чтобы очень. Ладно. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.